Сегодня у нас схватка двух ножей. Нож-кабар против ножа Артёма из Метро Д1033. Погнали сравнивать! Так, маленький экскурс с тем, кто не смотрел недавние весы моих поделок. Теперь мы не просто сравниваем макеты между собой по этапам рукоделия, сборки, обработки, детализации, покраски, а выбираем самую сложную поделку в каждой категории макетов оружия, изготовленных по моим схемам. Здесь будут только те макеты, которые прошли первый этап, одержав победу. Подробнее обо всех нововведениях гляните потом вот здесь. Возвращаемся к ножам. Начнём со сборки, куда входят выпиливание, склеивание и конечное соединение основных составляющих. Единственный не очень лёгкий момент у военного ножа-кабар – это полотно, состоящее из двух половинок. На каждой есть границы спусков и выемки, поэтому необходимо правильно склеить данные слои, чтобы не было расхождений. У ножа Артёма из Метро 2033 трудных моментов в первом процессе крафта гораздо больше. Во-первых, вырез в лезвии спереди, ещё круглый сзади. Окружности выпиливать сложнее всего. Чем хуже, тем потом больше работать напильником или наждачкой. Само полотно тоже имеет больше нюансов в виде зубчиков. Ну и финальная сборка здесь интереснее. Накладки рукоятки не приклеиваются, а соединяются винтами, что требует соосности отверстий. Идентичная ситуация с кастетом. К слову, с металлом работать непросто, так что ещё плюсик к трудностям ножа из Метрохи. Так как он сложнее в процессе сборки, его берём за эталон, за 100%. Теперь надо определить, на сколько процентов Кабар легче. Где-то на 70%. Иными словами, деревянный макет армейского холодняка составляет лишь 30% от непростых моментов сборки оппонента. Переходим ко второму процессу изготовления. Приданию форм, состоящему из черновой, чистовой и финишной обработки, а также убирания перепадов в слоях. У первого макета из дерева никаких перепадов в слоях в принципе нет, поскольку он состоит из лезвия и двух накладок. Формы тоже не особо доставят проблем. Конечно, выгнуть кастет из алюминиевой полосы нужно постараться, но с другой стороны, косяки в заточке лезвия, пусть не совсем простой, и поверхностях, можно списать на апостапокалипсис. Игровой оригинал же изготовлен кустарно, а вот у оппонента на лезвии четкие спуски, которые сложно соблюдать в ручной работе. Даже если взять напильник, то есть погрешность, из-за чего вместо острых углов и ровной поверхности под наклоном, может получиться неправильный результат. Слизанные грани. Такая работа требует аккуратности и немало времени. Плюс рукоятка кабара представляет собой цилиндр, где-то расширяющийся, а где-то сужающийся. То есть везде нужны округлые формы. Учитываем выемки на полотне с обоих сторон. Они обязаны быть ровными, одинаковой глубины. И это все помимо нужды в выбирании неровностей в частях самоделки. Исходя из данных аспектов, могу сказать, что военный нож сложнее самодельного на 60%. Далее разберем детализацию. У ножа Артема это только винты на передней части кастета, ну и скрепляющие детали метизы. Ничего сложного в том, чтобы просверлить отверстия для болтиков нет. Соперник тоже не богат на мелкие элементы. Единственное, что есть, линии на ручке. Их ширина слишком большая для выжигателя, поэтому придется делать их алмазной насадкой на гравер. Лично я не особо люблю подобные выемки. Бурмашину во время работы трудно контролировать. Насадка может запросто соскочить. Результат – кривые линии. Порой косяки невозможно исправить даже надфилем. В критических ситуациях спасает только шпаклевка. В общем, линии Кабара труднее винтиков Артемовского режика на 40%. В покраске, наоборот, намного сложнее нож из Метро 2033. Игровая модель подразумевает обязательное наличие застаривания. Следовательно, надо изображать потертости на лезвии и позаботиться о везеринге на щечках рукоятки. Причем, потертости здесь большие. Можно сказать, полустертый металл. Вся поверхность в царапинах. Немного ржавчины. Лезвия и гардового оппонента просто покрываются черным аэрозолем. Затем закрываются малярной лентой. Рукоять окрашивается в зеленый, как у меня, либо в коричневый, как у настоящего цвета. Имитация заточки осуществляется при помощи серебряного маркера. Короче говоря, сложности покраски ножа Кабар составляют лишь 30% от трудностей другого героя. Итого, холодняк из Метро в среднем сложнее военного ножа Кабар в изготовлении на 10%. Я посчитал процентные разницы каждого процесса создания у обоих макетов, сложил их и поделил на количество процессов. Кстати, по этим двум ножам у меня есть отдельные выпуски с изготовлением. Вот они. Переходите и смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok